Бывшие участники СВО, вступившие в отряд «Тигр правопорядок», обеспечивают общественную безопасность дальневосточной столицы. Отряд готов к выполнению задач различной сложности и обеспечен тремя видами обмундирования, включая тяжелую амуницию, используемую спецподразделениями. Когда мы задумывали о том, как нам поддерживать и порядок в городе, много очень приезжих граждан, кто может быть не совсем понимает наши правила, приличия, и которых нужно немножко так поставить на место, если он нарушает правила поведения в городе или что-то. Поэтому мы приняли решение создать организацию «Тигр правопорядок» из военнослужащих, кто прошел военную школу, кто прошел сражение там, на Украине, кто обладает опытом обращения с оружием, не боится, скажем, пойти на остановку какого-то преступного действия. Формирование получают в распоряжении и патрульные машины, которые создаются на базе микроавтобусов на местном предприятии. Их специально переоборудовали для нужд отряда. После увольнения многие по причине, скажем, заболеваний или ранений организовали предприятие, которое производит переоборудование техники. И сейчас они для «Тигр правопорядок» переоборудуют два микроавтобуса, которые мы взяли, сделать за свой счет, потому что это вместе, это сослуживцы, это вместе ребята, кто воевал на фронте. Но мы будем усиливать эту организацию с тем, чтобы она была представлена не только в Владивостоке, но и в других наших городах, чтобы жители городов, поселка были уверены, что их земляки охраняют их не только там на фронте и борются с нацизмом, но и здесь тоже в состоянии вести порядок, подставить свое плечо. «Тигр правопорядок» тесно взаимодействует с полицией, Росгвардией и патрулирует улицы, обеспечивая безопасность во время крупных мероприятий. Юлия Рогоцкая, Диана Иванова, Новости на Восьмом.